Память поколений под Бобруйском прошла реконструкция по освобождению региона. Мы реконструируем события, которые произошли конкретно на локальном участке. Как вызвали ли город? Нашел сокровища в Могилеве, сожитель обокрал свою подругу. Приобрел продукты питания и спиртные напитки. Сколько злоумышленник выручил за побрякушки? Вековые камни. Организован сбор средств на реставрацию Бобруйской крепости. Это такой, конечно, уникальный памятник. Что поможет сохранить историю. А также дополнительный укол здоровья, рост объемов производства и заветный документ. В Беларуси стартовала выдача сертификатов ЦТ. Какие правила? Итоги уходящего понедельника подводят корреспонденты Бобруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Верные своему делу, премьер-министр Беларуси вручил госнаграды. Около полусотни самых лучших представителей трудовых коллективов страны собрались во Дворце Республики. В торжественной обстановке профессионалы из различных сфер удостоились медалями за вклад в развитие страны. В этот знаменательный день мы с гордостью отмечаем именно ваш вклад в процветание нашей Родины. Каждый из вас это яркий пример того, что упорный труд и самоотдача приносят необходимые результаты и признаются на государственном уровне. Церемония символично прошла в канун 3 июля. Главный государственный праздник олицетворяет свободу, силу и единство Беларуси. Он также напоминает, как сложно добывается независимость и как важно ее беречь. Сыграл на доверчивости. В областном центре злоумышленник похитил драгоценности знакомой на сумму около 3000 рублей. В Ленинское РУВД обратилась местная жительница с заявлением о краже золотых украшений. При расследовании сыщики выяснили, что драгоценности унесся житель потерпевшей. Ранее судимый за мошенничество житель Гомельской области находился в гостях у 44-летней женщины. И в ее отсутствии обнаружил ювелирку. После чего благополучно отправился с ними в ломбард, где и сдал их. На вырученные деньги мужчина приобрел продукты питания и спиртные напитки. Однако возвращаться назад в квартиру не стал. Вместо этого он уехал в родной город, где продолжил тратить чужие деньги. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело. Руководители предприятий Беларуси прогнозируют дальнейший рост объемов производства. Директора отмечают повышение спроса и цен на изделия. Стабильное приумножение объемов выпуска, в том числе за счет поставок за рубеж. Сохранение высокого коэффициента загрузки производственных мощностей. Более трети опрошенных сообщили о сокращении запасов готовой продукции и увеличении прибыли. За последние пять месяцев в стране зарегистрировано 1700 случаев коклюша. В связи с этим в национальный календарь прививок добавят дополнительную вакцинацию от заболевания в шестилетнем возрасте у детей. Также в первую очередь введут уколы здоровья от пневмокока и ВПЧ. Сегодня национальный календарь профилактических прививок включает 12 инфекций. Все они бесплатны. В Беларуси стартовала выдача сертификатов ЦТ. Забрать его можно в пункте, где абитуриент сдавал испытания по предмету. При себе поступающий должен иметь документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом колледжа. А также пропуск с отметкой «Тестирование прошел». Сертификат, напомним, действителен в течение двух лет. В салонах такси, а также общественном и грузовом транспорте появятся видеокамеры для контроля водителей. Так, в госавтоинспекции планируют повысить уровень мониторинга дорожного движения. В некоторых машинах в перспективе возможна установка алкозамков. Например, это касается профессиональной техники и маршруток. Устройство не дает завести авто, если не будет пройдена проверка на трезвость через алкотестер. У православных верующих начался Петров пост, который готовит христиан ко Дню памяти святых апостолов Петра и Павла. Продлится он до 11 июля. В эти дни важно не нарушать традиции и есть только разрешенные продукты. Нельзя употреблять в пищу мясо, молочку, яйца. Однако можно рыбу, кроме понедельника, среды, пятницы. В период воздержания не принято венчаться или жениться, крестить детей, а также пить алкоголь и участвовать в увеселительных мероприятиях. В день освобождения Бобруйска от немецко-фашистских захватчиков на площади Победы прошла церемония возложения цветов. В этот день бобруйчане и гости города вспомнили тех, кто бесстрашно и гордо шагнул в зарево войны и не вернулся, оставив после себя яркий след в истории. Виталий Гаврусев продолжит тему. В преддверии Дня независимости торжества проходят по всей стране. Судьбоносная и значимая дата для Бобруйска – 29 июня. В этот день 1944-го части 1-го Белорусского фронта победоносно завершили Бобруйскую наступательную операцию, освободив наш город от фашистской оккупации. Прошло 80 мирных лет. Сменяются поколения и развивается город на Березине. Прежде всего мы должны своим трудом, своей работой крепить независимость, суверенитет нашей страны, доставшейся нам такими огромными жертвами и усилиями. Это гордость, потому что наш город расцветает с каждым днем, с каждым годом. Он становится все краше, все ярче. Мы даем дань памяти и, наверное, все наше душевное состояние тем, кто пал в этих боях за освобождение нашей Беларуси, за освобождение нашей Родины, за нашу жизнь, за наше молодое поколение, за то, что мы живем, радуемся этой жизни, за то, что мы видим это светлое будущее, за то, что есть память, которую мы сохраняем, которую мы передаем. Я благодарен за победу своим дедушкам. Ваш подвиг жив, неповторим и вечен. Бобруйск в этот знаковый день почтил память жертв войны и его освободителей на площади Победы. Благодарные потомки возложили цветы и венки к мемориальному комплексу, который увековечивает подвиг воинов, участвовавших в освобождении Бобруйска, и к памятнику танку на могиле командира 9-го танкового корпуса генерал-майора Бориса Сергеевича Бахарова. Минутой молчания присутствующие почтили память тех, кто отстоял победу и отдал жизни за счастливое и мирное будущее Родины. Бобруйчане свято чтят память тех, кто не давал пощады врагу и завоевал победу, кто восстанавливал город из руин в послевоенное время. И в этом заслуга его жителей. Именно им в этот день прозвучали слова благодарности за развитие города от председателя Бобруйского горисполкома Игоря Киселя. Именно вам в этот день хочу сказать искренние слова благодарности за развитие города на Березине. Спасибо всех с праздником. Не прерывается история поколений. Потомки хранят память о событиях 80-летней давности и гордятся достижениями страны, передают традиции молодежи, чтобы знали – наша сила в единстве и сплоченности. Сегодня очень знаменательная и героическая дата для всех бобруйчан, ну и особенно, конечно же, для ветеранов, которые живут еще сегодня в нашем городе. Сегодня их 26. Хочется, чтобы все, что когда-то они завоевали, мы, живущие сейчас, все сохранили, ну и приумножили. Наш город Сызрань в 2021 году был удостоен высокого почетного звания «Город трудовой доблести». Мы также вместе с бобруйчанами чтим нашу историю, чтим память о тех подвигах, которые совершили наши воины, наши простые жители наших городов во имя Великой Победы. Ну и, конечно, мы надеемся, что наши побратимские связи непременно будут развиваться, расширяться. Мероприятие очень важное. В настоящее время главное чтить и помнить память и подвиги наших предков, потому что без истории нет будущего. Нам очень нравится эта практика, что у вас День города отмечается с момента освобождения города от немецких захватчиков. Поэтому такая традиция, я думаю, имеет место быть и дорогого стоит. В музыкальных подарках творческие коллектива города желали мира нашему дому, счастья и солнца. Виталий Гаврусев, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Окунуться в прошлое. В деревне Щатково прошла реконструкция наступательной операции «Бобруйский котел». На месте боевых действий побывала наша съемочная группа. В четвертый раз под здаромом реконструкции становится берег Березины. Именно здесь был победный бой, перевернувший ход событий. Легендарная битва под Бобруйском предопределила успех и конечный результат – разгром немцев. В ходе сражения советские войска уничтожили 3700 вражеских солдат и офицеров. Более 4000 взяли в плен. В результате 8 военнослужащих были удостоены звания Героев Советского Союза. Кровопролитное событие проложило путь к успеху операции «Багратион». Мы реконструируем события, которые произошли конкретно на локальном участке, где 28 июня 1944 года подразделения, преимущественно третьей армии, генерала Горбатова, вышли на единственный исправный во всем Бобруйском районе мост. И захватив этот мост, во-первых, замкнули Бобруйский котел, соединившийся с 65-й армией, а во-вторых, отразили 26 до 26 контратак противника и пропустили по этому мосту целый танковый корпус на Минск. Участниками стали около 400 человек из клубов Беларуси, России, Прибалтики и Израиля. Артиллерия, мотоциклы, большое количество пиротехнических эффектов погружают в ужасающие события июня 1944-го. Все прошло великолепно. Исторически достоверно все. Как бы сложился сценарий и очень хорошее впечатление на этой реконструкции. Растет не только количество участников, зрителей заинтересованы не меньше. Этот год поставил рекорд – 12,5 тысяч человек. От мала до велика пришли получить массу эмоций и увидеть своими глазами, как это было. Война – это страшное место, и чтобы в дальнейшем такого не происходило. То, что вот я на это смотрела, и очень было страшно за тех людей, которые воевали. Помните подвиги тех, кто воевал за нашу страну, за все остальные страны, за Родину. Я считаю, что надо посещать такие, особенно молодежи, чтобы наш патриотизм не увидал. Это наша история, которая будет всегда, особенно у белорусского народа. Страницы истории невозможно переписать или вычеркнуть. Беларусь пережила все ужасы войны. И нам, потомкам героического народа, важно почитать и помнить каждого третьего белоруса, который пожертвовал своей жизнью за мирное небо. Никита Швайковский, Дмитрий Шевцов, Максим Калинин. Бобруйск, 360. В Бобруйске на базе санатория имени Ленина состоялось заседание рабочей группы Межведомственного совета по туризму при Совете министров Республики Беларусь. Темой обсуждения на заседании стала деятельность санаторно-курортных организаций Могилевской области по привлечению отдыхающих, а также анализ современного состояния и перспектив развития здоровительного и медицинского туризма в стране. Сегодня стоит задача позиционировать наши санатории в республике. И сегодня мы не случайно в Могилевской области, потому что также стоит задача приурочивания к каким-то событийным событиям, привлечения туристов, в том числе отдыхающих санатория Ленина. Поэтому вот в преддверии Славянского базара, Купальи, мы тоже заинтересованы, чтобы отдыхающие санатории посетили эти мероприятия. И в конечном итоге развивались не только лечебно-отратный туризм, но и другие виды туризма. Участники рабочей группы ознакомились и с лечебно-здоровительным потенциалом здравницы. Оно направлено в основном на болезни опорно-двигательного аппарата, мочеполовой и нервной систем, а также органов пищеварения. Активно используются природные факторы. Грязи озера Судобль в Минской области – минеральная вода. Сегодня здесь есть четыре вида минеральных вод. Два из них, которые используются для питьевого лечения. И два вида с высокой минерализацией, которые используются для больного лечения в виде ванн. По своему химическому суставу они уникальны. И по, соответственно, лечебному эффекту. Поэтому потенциал очень высокий. И в этот санаторий должны приезжать люди для получения процедуры, которую они не могут нигде получить в другом месте Европы или мира. Ежегодно в корпусах здравницы проводится реконструкция. Совершенствуется ее техническая база. И самое важное – увеличивается количество лечебно-здоровительных и диагностических процедур. Санаторий Ленина готов встречать гостей круглый год. Защита историко-культурного наследия. Для реставрации Бобруйской крепости открыли сбор средств. Памятник культуры – одна из визитных карточек города. Фортеция начала XIX века уникальна. Такого типа крепостей в Беларуси числится только две. Равносильно, как и Брестская, Бобруйская внесена в государственный список историко-культурных ценностей. На сегодняшний день в крепости существует 48 уцелевших объектов. Это оборонительные сооружения, складские помещения, жилые казармы или офицерские дома. Конечно, важно сохранить то, что уже есть на сегодняшний день, чтобы это не исчезло, потому что это такой, конечно, уникальный памятник. С целью сбора средств для проведения работ по консервации и реставрации сооружений и создания музейного комплекса Бобруйская крепость открыт благотворительный счет в ОАО АСБ Беларусьбанк. Горожане могут внести свой вклад в сохранение историко-культурного объекта с помощью QR-кода на экране. Оставить в забвении такие многовековые памятники мы просто не имеем права. В преддверии 637-летия города на Березине телеканал Бобруйск-360 подготовил специальный историко-культурный проект «Старый город». Улица Адамовская, водопроводная, а сегодня Комсомольская. Наш рассказ про дом номер 41, мимо которого мы все ходили и не раз. А еще старожилы рассказывают, что когда-то в этом районе находился кирпичный завод. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok